Няндамскому железнодорожному колледжу исполнилось 95 лет. За эти годы учебное заведение выпустило свыше 16 тысяч специалистов. Сегодня здесь обучают проводников и машинистов, организаторов перевозок и техников. Также при колледже есть медицинское отделение, где получают профессию будущие медсестры и фельдшеры. Исторически сложилось, что почти в каждой няндамской семье есть хотя бы по одному железнодорожнику. Машинистом в Няндаме мечтает стать едва ли не каждый второй мальчишка. Слишком даже достижно, потому что надо походить в медкомиссию, которая такая же, как в космонавтах. Я бы сказал даже больше, чем в космонавтах требования, потому что ответственность огромная на локомотивной бригаде. Няндамский колледж – самое крупное в регионе учебное заведение, выпускающее железнодорожников. Здесь учат на машинистов, организаторов перевозок, техников, есть медицинское отделение. История колледжа складывается из 16 тысяч выпускников, 750 нынешних студентов и десятков преподавателей. И есть в этой истории шокирующие эпизоды. Несколько лет назад колледж был на грани закрытия из-за финансовых проблем. Поэтому на нового директора педагоги не могут надышаться. С 2010 года, если сравнить, у нас раза в четыре увеличены доходы, которые идут за счет приносящих доход деятельности, то есть внебюджетные средства. Вот это внебюджетные средства у нас примерно ежегодно не менее 4 миллионов вкладываем на развитие материально-технической базы. Современным медиаклассам уже и в районах никого не удивишь. Но вот напичканная по последнему слову техники лаборатория заставляет коллег из Ярославля и Вологды завистливо охать. Все здесь собрано по индивидуальному заказу колледжа. Оборудование оно современное, цифровое. Ребята должны уметь пользоваться, не бояться цифровыми измерительными приборами. Здесь у нас представлены мультиметры. Они реальные, как они будут на производстве пользоваться или в домашних условиях. Отдельно нам показывают студенческое кафе. Обстановка уровня Софо. А вот цены сравнимы разве что со столовой Госдумы. За комплексный обед студент здесь отдает 56 рублей. Можем сделать гуляш с макаронами или с любым гарниром рис, гречи, тефтельку, котлеты 100-граммовые в основном. Первое блюдо, булочку. И лишь 16 миллионов рублей отделяют Няндамский железнодорожный колледж от следующей мечты. Теперь здесь хотят создать уникальную лабораторную базу, укомплектованную современной техникой под завязку. К столетнему юбилею и эту цель наверняка осуществят.